Ну а пока политики играют в пинг-понг, эпопея со львовским мусором продолжается. В Днепропетровской области задержали очередной блуждающий караван с отходами. Водители даже сначала изображали глухонемых. Чем все закончилось, расскажут наши корреспонденты. 11 фур, припаркованных возле АЗС, вызвали подозрения у местных жителей. Они позвонили в полицию. Правоохранители установили. Машины, груженные мусором, едут из Львова. Так называемых техпаспортов на отходы, где должно быть указано, БТВ они или строительные, водители предъявить не смогли. Неизвестно также, где именно они должны были разгружаться. В личной беседе с водителями фур было установлено, что они якобы по заданию направляются на какой-то завод по переработке мусора в Днепропетровской области. Но опять же, с уверенностью могу сказать, что в областном реестре объектов обращения с отходами или объектов утилизации отходов, таких установок в Днепропетровской области нет. В сопровождении патрульной полиции грузовики уехали обратно во Львов. Но не все. Три машины с мусором так и остались на заправке. Водители уезжать категорически отказались. Сотрудники АЗС говорят, из машины они практически не выходят, не захотели общаться и с нами. Лица прячут за занавесками. Заправка, где находятся фуры, в трех километрах от села Лобойковка. Люди возмущаются. Недалеко от села у них уже есть полигон. А тут еще более ста тонн львовских отходов могли выбросить практически рядом с домами. А там вообще не мусор. У меня тут засыпание мусора, мусора в Львовске. Это не первая фура со львовским мусором, которая оказалась в Днепропетровской области. Прошлым летом их появление вызвало громкий скандал. Сначала люди выходили на мейтинги, а в сентябре даже перекрыли Криворовскую трассу, требуя не пускать машины. Грузовики появляются в разных областях с завидным постоянством. На прошлой неделе в Запорожской области фуры сбросили почти 100 тонн отходов. Из-за отепеля и непроходной грязи его до сих пор не могут убрать. Чиновники посчитали, что утилизация обойдется не меньше чем в 30 тысяч гривен. Почти за год с момента пожара на Гребовицкой свалке на карте Украины осталось совсем немного регионов, куда еще не добрался львовский мусор. Елена Миндалек и Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область.